В Хакасе открыт конкурс на должность уполномоченного по правам ребенка. Известно имя первого претендента это действующий детский амбудсмен. Почему Ирина Ауль идет на второй срок, спросим ее лично. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Почему решили принять участие в конкурсе на должность уполномоченного по правам ребенка? Потому что важно очень, чтобы система выстроенная, созданная, работала дальше. И чтобы те люди, которые обращаются к нам, а могу вам признаться, что среди заявителей растет число тех, кто уже не первый раз обращается. Чтобы у них было понимание того, что система работает. То есть нужно, чтобы те идеи, планы, те наработки, которые уже есть, сумели сработать на все 100%. Лично вам это решение тяжело, просто удалось? Я не могу сказать, что просто, но за мной стоят люди. И это не только моя команда, а в команде у меня не только штатные сотрудники, но и те общественные помощники, члены консультативно-совещательных органов, которые есть, дети, которые знают меня. Это прежде всего дети, которым нужна помощь. И поэтому предать их я не смогу. Вас выдвинула общественная палата Хакассии. Скажите, как это произошло? Вам позвонили, Ирина Евгеньевна, мы в вас верим, вы говорите «Ура!» и я иду. Как это на деле произошло? Ну, без криков «Ура!» и без звонков со стороны общественной палаты. В общественную палату я обратилась сама, потому что в первый раз, на мой взгляд, получилось очень правильное выдвижение. И для меня важно было, чтобы был и голос народа, который выражает общественная палата, и голос власти. И поэтому пакет документов был подготовлен, который требуется по закону, направлен в общественную палату. Общественная палата пригласила меня на свой совет. На совете было принято единогласное решение. И это огромное доверие. Для меня это очень ценно. И примерно в эти же дни у нас состоялась личная встреча с главой республики. Валентин Олегович также выразил свое мнение и сказал о поддержке, которая будет с его стороны. Скажите, а как уполномоченный, в данном случае вы, выстраивает отношения с властью? Диалог, оппозиция, нечто третье? Вы знаете, закон региональный четко говорит, что мы содействуем выстраиванию межведомственного диалога во всех вопросах, касающихся защиты прав, восстановлению нарушенных прав. И когда я слышу слово оппозиция, я понимаю, что это некое противодействие, конфронтация даже можно сказать. Я против этого. Потому что все грамотные люди должны понимать, защита прав ребенка – это дело не только и не столько уполномоченного по правам ребенка. Это дело всех структур власти и даже структур гражданского общества. Потому что каждый в своем направлении должен эту работу осуществлять и защиту прав детей реализовывать. А вот уполномоченный, он, как говорит Мария Алексеевна Львова-Белова, наш лидер, федеральный уполномоченный, уполномоченный, он становится той последней инстанцией надежды, куда люди обращаются. Когда, может быть, они уже были в других структурах, может быть, к кому-то уже обращались и не сработало, не получилось. И тогда заявитель идет к уполномоченному, а у уполномоченного роль такова, что у нас нет ведомственности. Мы как раз работаем без ведомственных барьеров, объединяя усилия всех структур и делая все, что возможно и даже невозможно для того, чтобы помочь конкретному ребенку. Берете человека за руку и проводите везде, чтобы решить проблему. Ну, можно и так сказать. Ирина Евгеньевна, в сети часто обсуждают вашу работу. Порой звучит и критика. Например, взять ваш сайт. Проанализировав новости, за последние полгода львиная доля, большинство из разряда, встретились, посетили, приняли участие, провели акцию. Новостей про помощь конкретному человеку катастрофически мало. А что на это ответите? Вы знаете, можно сказать, что это моя принципиальная позиция. В первые годы своей работы, когда я приводила примеры конкретной помощи конкретному ребенку, даже не называя фамилии муниципального образования, но говоря о конкретной проблеме и решении, мы порой сталкивались с тем, что регион маленький, все друг друга знают, все, имея интерес к этому направлению, получают информацию для возможности идентификации семьи, ребенка. Это плохо. И вы знаете, как-то мы потихоньку ушли от того, чтобы говорить о конкретных примерах вот в таких новостных сюжетах, информационных, в наших площадках. Но, смотрите, есть ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка, который мы представляем на сессии Верховного Совета. И в каждом ежегодном докладе есть конкретные примеры, причем как успешно разрешенных вопросов, так и проблемных вопросов, потому что из проблемного вопроса мы выходим на какие-то системные сбои. И тогда уже мы обращаемся в органы власти для того, чтобы суметь это решить. Ну а с точки зрения работы на информационных площадках, учту вашу критику, подумаем, как здесь быть, но еще раз говорю, выйти на конкретные истории – вещь опасная. Сейчас финальный вопрос. Выборы уполномоченного – это все-таки конкурс. Будете вы, будут другие кандидатуры. Это либо март, либо апрель, голосование на сессии Верховного Совета. Ситуация вы не проходите. Куда пойдете работать? Ну я об этом подумаю, когда это случится, если это случится. А конкурс – это неплохо. Это возможность для других людей задуматься над этим направлением работы. И это привлечение внимания всего общества к этой теме, к теме защиты правов каждого ребенка. Я думаю, что мы очень все должны четко понимать, что дети и их права – это приоритетное направление в работе любых структур в нашем обществе. – Ирина Евгеньевна, наша программа выходит в преддверии главного праздника весны – Международного женского дня. Если позволите, ваше поздравление прекрасной половине нашей республики. – Спасибо огромное за такую возможность. И от всей души, и от всей команды детских правозащитников поздравляю всех женщин – девочек, девушек, мам, бабушек. И поздравляю с весной. Это обновление жизни. Пусть в ваших душах живет свет, пусть в сердце живет радость, пусть будет мир, и пусть будет радостный смех наших детей на этой земле. – Спасибо огромное, что нашли время и пришли в студию РТС. – Спасибо вам. – Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!